Всем привет, с вами Бивер и настольные игры. Сегодня у нас распаковка. Распаковка игры в локализации от Gaga Games. Игры под названием Повелитель Нью-Йорка, которая вышла из-под пера Ричарда Гарфилда. Это уже вторая версия, точнее вторая часть игры, потому что первая называется Повелитель Токио. Она, этой версии игры также рассчитана на 2-6 игроков, 10+, 40 минут на партию. В общем-то в этой части мы будем атаковать и захватывать город Нью-Йорк. Здесь у нас новые монстры, новые некоторые механики, новые дайсы, в общем много чего нового относительно первой части. Давайте посмотрим, как же это все выполнено в локализации от Gaga Games. Итак, сразу хочу сказать, что здесь вот мною любимые вот эти вот блестящие компонентики, наклеечки по фронтальной стороне. Очень клево сделано, сразу думал, вся глянцевая у нас будет фронт, но нет. Так, с боков, с боков у нас нарисованы вот такие вот монстры различные, да, наши. О, уже подделась наклеечка. Сзади вот так вот все указано. То есть, ну все компоненты, что как бы совершается разными монстрами и ничего особенного. Давайте взглянем, что же лежит внутри. Картон, кстати, довольно-таки плотный, хороший, крепкая коробочка. Первое, что лежит в коробке, это правила игры. Правила у нас это небольшой буклетик, состоящий всего из одного разворота. Очень подробно все расписано, на самом деле. Я уже знакомился с правилами. Они понятны, все логично. Все здесь зависит, в принципе, от китков-кубиков, поэтому главное расписать именно их действия. И, в принципе, все. Заглядывая глубже, здесь у нас сразу вижу, что у нас органайзер здесь. И также поле. Ребят, я, конечно, ничего не хочу сказать, но часто вы видели, чтобы поле, которое делалось в игре, имело возможность сворачиваться в обратную сторону? А? Вуаля! Честно, никогда такого, наверное, не видел, но это клево, потому что за счет этого оно ровно ложится сразу и нет никаких изгибов, то есть оно не фолдится. Ну, с другой стороны, поле само по себе небольшое, и как бы вот это вот посередине такое аж выемка, скажем так, она довольно-таки заметная, я вам хочу сказать. То есть, если присмотреться, ну, то есть она видна очень четко, то есть спорная. Но, с другой стороны, посмотрим на печать. Печать довольно-таки яркая, сочная, все понятно, все классно. Ну, нареканий по печати нет, картон, толщина тоже довольно-таки приятная. И так дальше у нас картонные жетоны. Выдавливается очень легко. И это же еще, конечно же, не все. Здесь у нас также есть еще и планшеты наших монстров. Давайте на них взглянем. То есть у нас есть вот такие вот огромные-огромные картонки с нашими монстрами, которые вставляются. Вот такие вот подставочки. И вот так вот хорошо стоят. Кстати, что хочу сказать, везде на них фирма Йелло. То есть торговая марка Йелло отчетливо пропечатана. И это говорит о том, что, скорее всего, это все делалось на заводах именно Йелло. И, соответственно, наши монстры. Капитан Фиш. Кстати, колесико двигается очень легко. Просто невероятно легко. Действительно. И главное будет по уходу игры не сбить вот это вот количество. Потому что чуть-чуть заденешь, сразу же съедет. Богомол. С обратной стороны это просто два колесика. Богомол. Роб. Драконец. Тихая. Шериф. И Конг. Вот такие вот наши персонажи. Двигаясь дальше, осталось немного. Это жетоны энергии и карты. Назвал кубы жетонами и даже никто не исправил. Ну, кубики, правда, классные. Пластиковые. Реально хорошие. Правда, первую часть не трогал в оригинале. В руках. Вот. У меня была только PNP версия. Но кубики очень зачетные. Правда. Класс. Карты различных дополнительных возможностей. Карты сами по себе глянцевые. Без стеснения. Без всего. Сказать, что они толстые. Нет. Где-то, наверное, 260. Может быть, картон вот так вот скользят. И это хорошо. Я покажу несколько, чтобы было понятно, как они выглядят. И все остальное. Ну, арт действительно здесь очень крутой. Конечно. И все карты, я так понимаю, отличные от тех, которые были. Ну, по факту они не должны быть отличные. Потому что здесь изменены уже некоторые механики. Поэтому они и будут изменяться. Ну, и последнее, конечно же, это кубы. Я их оставил на самый последок. Потому что они, ну... В этой игре кубы это действительно многое, да? Если не все, то очень многое. Кубики здесь просто превосходные. Они, во-первых, очень большие. Где-то, наверное, 16 на 16 миллиметров. Точно не знаю. Может быть, даже больше. Они очень увесистые. И просто превосходные здесь, конечно, пропечатка этих граней. Очень круто. Очень круто. Выглядят вот так вот два типа здесь получается кубов. Одни зеленые дополнительные, другие черные постоянные. Ну что ж, складываем компоненты и параллельно рассуждаем, да? О том, насколько крутая получилась эта игра. Ну, могу сказать, что компоненты порадовали. Действительно, очень хорошие, качественно сделанные. В принципе, игра, как таковая, по механикам она языконезависимая. Однако, много текста написано именно на самих картах. Поэтому, в принципе, русское издание придется, наверное, все-таки покупать тем, кто не знаком с английским языком. В остальном же, картонные компоненты выполнены довольно хорошо. Подставочки вообще оригинальные. Что хочется еще добавить, это то, что в ближайшее время... Смотрите обзор на данную игру на канале Beaver Games. Ну, в общем-то, это все. Если вам понравилось данное видео и оно вам было полезно, то поставьте лайк, будет очень приятно. И подписывайтесь на канал, а также следите за обновлениями. Я думаю, будет много чего интересного еще. В общем, любите на столке играйте. На столке я с вами был Beaver и распаковка игры «Повелитель Нью-Йорка» от Ричарда Гарфилда. Еще увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!